здравствуйте друзья здесь демитков юрий продолжаю серию о дивидендном гэпи о дивидендах дело в том что сейчас продолжается период когда идет выплата дивидендов достаточно большая и ну я уже говорил что я ввязался в драку и я купил акции в надежде что они вырастут до 45 я сказал вот но я не знаю до скольки они вырастут чтобы получить прибыль я купил акции сургут нефтегаз префы и я продолжаю вас знакомить и давайте сейчас посмотрим что произойдет в момент отсечки когда акции вот вчера еще были с дивидендами завтра без дивидендов и это очень наглядно видно на сбербанке у которого как раз вот 13 числа буквально вчера или позавчера как раз именно этот момент состоялся переключаясь на экран посмотрите вот я зафиксировал экран и остановил его вот здесь акции сбербанк обыкновенные вот на этом графике сбербанк акции привилегированные я посмотрел что дата фиксации реестра 13 число следовательно последний день когда можно купить ну или сказать ну да купить акции чтобы получить дивиденды был десятое число вот она вот это число вот ну 10 или там ближайший рабочий день вот 11 число посмотрите вот она до 10 насколько помню понедельник был вот она 11 число и вот он дивидендный гэп еще раз хочу напомнить что смотрите по сбербанку были объявлены дивиденды 16 рублей на обыкновенную акцию и 16 же рублей на привилегированную акцию но стоимость акции немножечко разная поэтому там доходность немножечко разная получается смотрите обыкновенная акция стоила 240 908 на момент когда получены будут дивиденды привилегированная 220 таким образом по привилегированным акциям доходность получается выше как и должно быть вот посмотрите что я сделал я сделал вот вот она вот закрытие предыдущего дня эти акции еще с дивидендами а вот эти вот уже без дивидендов посмотрите 11 число 13 числа дата отсечки минус 2 дня 11 число прямо в начале дня вот она пожалуйста уже без дивидендов посмотрите дивиденды 16 рублей я напоминаю на акцию посмотрите я вот сделал линеечку здесь есть такой инструмент линеечка и я измерил вот расстояние от цены в предыдущий день последний и первой цены приблизительно на следующий день получилось 13 рублей 58 копеек разница на между вот одной ценой и другой между акциями с дивидендами и без дивидендов напоминаю еще раз что дивиденды 16 рублей аналогичная ситуация 16 рублей и соответственно на 13 рублей 48 копеек упали акции привилегированные привилегированные упали естественно больше потому что у них сумма больше но в процентах вот что еще я могу сказать почему 13 рублей 58 3 здесь 13 48 13 с половиной рублей грубо говоря почему они настолько упали давайте попробуем посчитать считаем 16 рублей дивиденд и умножаем на 0 87 что такое 0 87 это дивиденд за вычетом 13 процентного налога на дивиденды получается 13 рублей 92 копейки у нас падение 13 рублей 58 копеек 13 рублей 48 копеек то есть соответственно 13 50 где-то откуда взялись еще 40 там с чем-то копеек дело в том что вот по этим акциям которые вот здесь дивиденды будут получены но дата выплаты дивидендов она не совпадает с датой общего собрания акционеров она будет примерно через месяц так вот эти 40 копеек это проценты по ну грубо говоря офезе за месяц альтернативный вариант все больше ничего то есть прибавляем сюда сколько там за месяц получается пол процента вот все что мы имеем то есть дивидендный гэп получился ровно на сумму дивидендов в связи с этим я могу сказать что во первых судя по всему я продам все свои акции сургут нефтегаз но не все а те которые купил кредит именно накануне дивидендного гэпа и я продолжаю пребывать в уверенности что они вырастут почему потому что дивиденды очень очень большие они еще не рост акции еще не прекратился и они явно вырастут до какого момента они вырастут но я прикидывал давайте посмотрим на акции сургут нефтегаз префы что было до дивидендов так так вот посмотрите сейчас я переключу график вот на такой посмотрите вот акции были на минимуме 38 38 38 386 соответственно дивиденды 7 рублей 62 копейки если из той же логики исходить 7 рублей 60 62 копейки умножаем на на ноль точка восемьдесят семь равно 6 рублей шестьдесят три копейки ну и плюс там какие-то еще копейки там копеек двадцать будет 680 значит и 38 . 386 плюс 386 точка восемьдесят два предположим сорок пять рублей двадцать копеек именно на этой сумме у меня и стоит take profit вот но вне зависимости от того там какой take profit я буду их продавать по той цене которая будет ну вы видите что потенциал роста еще есть и я просто сижу и жду я думаю что они вырастут я думаю что они вырастут текущая цена 41 180 вы видите сейчас биржевой терминал включен скачали идут торги соответственно ну предположим что я за 44 рубля продам их значит 44 так сейчас 44 минус 41 18 равно 2 рубля восемьдесят две копейки я должен получить умножаем на десять тысяч акции которые у меня куплены 28 тысяч двести рублей это ожидаемая моя прибыль а соответственно я заплачу в качестве тех всех всех отчислений но у меня уже больше прибыль на самом деле потому что их раньше купил вот соответственно я получу несколько больше то есть я ожидаю что сделка принесет прибыль риски еще есть но сейчас я хочу поблагодарить вас за внимание я хочу сказать спасибо тем людям которые пишут комментарии более опытным потому что на самом деле я тоже далеко не все знаю я тоже учусь многому и я надеюсь что мы вместе учимся я прямо вот показываю на практике вот этот вот дивидендный я просто выбрал акции самыми большими дивидендами и ну наблюдайте пожалуйста за мной учитесь вместе со мной спасибо за внимание с вами был демятков юрий до встречи